Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Я веду разговор по своей книге «Драгоценные истины» из греческого языка. Сегодня 18 апреля. Наша тема — «Наконец-таки Ирод увидел Иисуса». Наш стих на сегодня — Евангелие от Луки, 23 глава, 8 стих. Здесь написано. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слова «Ирод, увидев Иисуса». Слово «увидеть» по-гречески — хорао, что значит «смотреть», «взирать на что-то с радостью», «посмотреть на что-то с большим вниманием» или «взглянуть пристально». Перед нами вырисовывается очень важная картина. Потому что когда Иисус предстал перед Иродом, Ирода это так заинтересовало, что он не стал скрывать своей радости. Он с вниманием посмотрел на Иисуса. Он с интересом оглядел его с ног до головы. Он уставился на Него. Он оценивающе смотрел на Него, потому что много слышал об Иисусе. Галилея была юрисдикцией Ирода. Именно в Галилее Иисус совершил много чудес. Большая часть служения Иисуса проходила в Галилее. И вот перед Ним стоит чудотворец собственной персоной. И Библия говорит, что Ирод давно желал видеть его и очень обрадовался. Очень обрадовался. Здесь используется греческая фраза «икари» — «лиан». «Икари» — производная от слова «кайру», что значит «радость». А слово «лиан» значит «весьма», «сильно» или «превосходно». И если соединить эти два слова в одну фразу, они рисуют картину невероятной радости. Это не просто радость, а восторг. Мы видим человека, который пришел в восторг от открывшейся перед Ним возможности. Перед Ним стоял Иисус. Ирод всю жизнь ждал этого момента. Он слышал столько историй об этом человека, которого не видел ни разу, несмотря на то, что он жил на территории, находящейся под его юрисдикцией. И вот чудотворец перед Ним. Ирод в полном восторге, и его радости нет предела. Ирод встает, смотрит на Иисуса, чудотворца. Как говорит Библия, Ирод давно желал увидеть его. Желать по-гречески «фээлло» — это слово означает «испытывать сильное желание». Сильное стремление. То есть это не было праздным любопытством. Это была встреча, которую он так давно хотел устроить. Более того, здесь используется слово «давно», по-гречески «хронос». То есть это было хроническое желание. Он хронически стремился получить возможность увидеть Иисуса лицом к лицу. И, наконец, Библия говорит нам о том, что он надеялся, по-гречески «алпидзо». Он надеялся увидеть от Иисуса какое-нибудь чудо, какое-нибудь знамение. И это слово «надеяться», по-гречески «алпидзо» значит «уповать», «желать». Он очень надеялся и ожидал, что прямо перед ним, своими глазами, в его собственном дворе, он увидит одно из чудес, о которых слышал на протяжении нескольких лет. Надеялся увидеть чудо. Увидеть по-гречески «харео». Он хотел увидеть чудеса своими глазами, увидеть, как они происходят. Он хотел получить возможность проверить, действительно ли это чудо. И греческое слово, переведенное русским словом «чудо», правильнее было бы перевести словом «сверхъестественное знамение» или «сверхъестественный фокус». Но Иисус ничего не совершил. Он ничего не совершил. Более того, в Евангелии от Луки, 23 главе, 9 стихе написано, что когда Ирод потребовал от Иисуса чудо, а Иисус мог бы совершить чудо, просто он не совершает чудеса по заказу. Книжники и фарисеи возвысили голос. Казалось, у них началось сумасшествие. Они кричали, орали, выкрикивали ругательства, обвинения. Все присутствующие во дворце словно сошли с ума. Они кричали, орали и всякими словами оскорбляли Иисуса. Но Иисус не стал совершать чудо. Потому что не мог? Нет, потому что не хотел позволить им заставить его это сделать. Иисус вел себя достойно и не позволил сделать из себя марионетку. Когда люди давят на вас, требуя результата, но не того результата, к которому стремитесь вы, стоите на своем. Иисус знал, кто Он. Ему ничего никому не нужно было доказывать. Вы знаете, кто вы. Вам не нужно ничего никому доказывать. Бывают моменты, когда вы должны оставаться несгибаемыми. И если вы ощущаете на себе давление, сделать что-то недостойное или неправильное, не поддавайтесь. Вам ничего и никому не нужно доказывать. Вы уже знаете, кто вы. Отец, я молюсь во имя Иисуса Христа о том, чтобы укрепились сердца всех, кто смотрит сейчас эту программу. Дай им сил не поддаться давлению. Им не нужно никому ничего доказывать. Укрепи их уверенность в том, что они такие, какими Ты их создал. Во имя Иисуса. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...